Таврида Скифы создали там государство, столица которого находилась на окраине нынешнего Симферополя. В III веке в Крым вторглись готские племена, нанесшие сокрушительный удар скифскому государству. В IV веке здесь принеслись кочевые орды гуннов, оставляя за собой пожарища и развалины по всей Тавриде. В V столетии Византия через Херсон расширила свое влияние на полуострове и распространила здесь христианство. Но в VIII веке византийское влияние ослабело, а степной и предгорный Крым оказался под властью Хазар, создавших на полуострове Хазарский Каганат. В 965 году князь Святослав Игоревич победил Хазаров, и на Таманском полуострове появилось Тмутараканское княжество. В X столетии в Крыму столкнулись интересы Византии и Киевской Руси, а война завершилась победой русского оружия. Князь Владимир Святославович женился на византийской принцессе Анне и в 988 году принял христианство. В конце X века степной Крым заселили тюркские кочевники-половцы, а с середины XIII столетия эта часть полуострова вошла в состав Золотой Орды. Южный его берег после падения Византии заняли генуэзские колонии, а в центре полуострова возникло православное княжество Феодора. По мнению историков, с XIII века степная часть полуострова входила в состав монголо-татарского государства Золотой Орды. Но в середине XV столетия, ослабленная между усобицами, она стала распадаться, и ее крымский юрт стал самостоятельным ханством, куда также вошли Приднепровье и Приазовье. Рассвет крымского ханства пришелся на конец XVI-начала XVII веков. В это время здесь высокого уровня достигли культура, искусство и архитектура. Для строительства мечетей, фонтанов, дворцов, водопроводов привлекались итальянские зодчие. Но экономическое состояние государства строилось на грабительских набегах на соседние страны для захвата добычи и пленных. Работорговля здесь превратилась в промысел, а Крым стал крупнейшим международным невольничьим рынком. Так в 1507 году произошел первый набег крымских татар на Москву. В 1521 и 1522 годах они опять осадили столицу, а в 1569 пошли войной на Астрахань и Рязань. Во время летнего похода 1571 года крымская армия подожгла Москву, а на обратном пути разграбила 30 городов и уездов, уведя в рабство более 60 тысяч пленников. Но с XV века серьезным препятствием для их набегов на украинские, московские и польские земли стала Запорожская сечь. А в 1478 году крымское ханство попало в вассальную зависимость от Османской Турции, которая продлилась до 1783 года, вплоть до присоединения полуострова к России. Как гласит история, это бывшая столица крымского ханства, расположенная в 30 километрах от Симферополя. В 1532 году хан Сахиб Герай построил здесь свою резиденцию, назвав ее Бахчисараем, вокруг которой впоследствии вырос целый город. Во времена вассальной зависимости крымского ханства от Османской империи в столице существовал крупный невольничий рынок. Бахчисарай не раз оказывался в центре военных событий и в период крымских войн, и во время Второй мировой войны. В 1736 году его полностью сожгла российская армия под командованием Христофора Миниха. Сохранившиеся до сегодняшнего дня постройки ханского дворца были восстановлены в 1750-е годы. В 1821 году, посетив во время своей южной ссылки дворец крымских ханов, Александр Пушкин написал поэму «Бахчисарайский фонтан». По ее мотивам позже были поставлены одноименные палет и опера, а также короткометражный фильм, снятый Яковом Протазановым в 1910 году. Вплоть до депортации крымских татар 18 мая 1944 года Бахчисарай был центром их культурной и общественной жизни. Само слово переводится с тюркского как «сад-дворец». Из-за своей архитектурной разноликости и богатого исторического прошлого Бахчисарай получил название «Город пяти веков». Долгие годы Крымское ханство, как верный вассал Турции, принимало участие во всех русско-турецких войнах. Поэтому покорение Крыма было главной целью российской политики того времени. В мае 1687 года 50-тысячная армия князя Василия Голицына предприняла первый крымский поход. Стояло жаркое лето, не хватало воды, продовольствия и корма для коней. К тому же крымчане выжгли степь от конских вод до перекопа. Русские, потерпев значительные потери, отступили без сражения. В феврале 1689 года Голицын со 100-тысячной армией снова двинулся к перекопу, а крымский хан выставил 250-тысячное войско. К середине мая после ожесточенных сражений татары стали отступать. Но опять началась жара, отсутствие воды, корма и русскому войску пришлось уйти. Став царем, Петр I решил завоевать Крым не через бесконечные сухие степи, а пройти водным путем. Весной 1695 года граф Борис Шереметьев двинулся с войском по Днепру. Захватив четыре турецких крепости, две из них он разрушил, в двух других оставил русские гарнизоны. Затем часть войск направилась по Оке, Волге и Дону, другая по суше подошла к Азову. Осада длилась три месяца, но успеха не принесла. После двух неудачных штурмов в конце октября русским опять пришлось отступить. Построив новые суда и вооружив до 40 тысяч солдат, летом следующего года Россия основательно осадила Азов. 19 июня турецкий гарнизон капитулировал, и русские, войдя в крепость, сделали ее опорным пунктом на своих южных рубежах, вблизи от Крымского полуострова. По мнению историков, в 18 веке страна решила закрепиться на Черном море, что без Крыма было бы невозможно. Но к тому времени Крымское ханство уже считалось независимым, так как после русско-турецкой войны с 1768 по 1774 годы Турции и России было запрещено вмешиваться в его дела. Оценив ситуацию, князь Григорий Потемкин стал подтягивать российские войска к полуострову и через своих агентов ввести агитацию среди правящей верхушки ханства, чтобы те приняли российское подданство. По Крыму распространили так называемые «присяжные листы», где было обозначено, что жители такого-то населенного пункта присягают на верность России. Большинство населения эти листы подписали, в результате чего крымский хан Шагин Гиреев отрекся от престола. И 19 апреля 1783 года Екатерина II подписала манифест о принятии Крыма в состав Российской империи. Благодаря этому российский флот тогда утвердился на Черном море, а страна стала полноценной морской державой. Со временем на полуострове образовались крупные помещичьи владения и были отменены внутренние торговые пошлины. Правительство провело огромную работу по заселению и освоению Крымского полуострова. Князь Потемкин, получивший за свои заслуги титул «Таврический», лично позаботился о развитии здесь садоводства, шелководства, лесного хозяйства и виноградства. В феврале 1784 года на полуострове разрешили селиться и иностранцам, а три года спустя сюда совершила путешествие сама императрица Российская. Делись этим видео со своими друзьями! Подписывайся на канал, чтобы не пропустить новое видео с коктейлем знаний!